Горожане привыкли, что открываешь в квартире кран и из него течет вода. О том, как она из глубины поднимается на высоту многоэтажки, какие степени очистки проходят, задумываются немногие. А начинается все с артезианских скважин, расположенных на глубине 200-400 метров, которые находятся в ведении предприятия «Брестводоканал». Это и есть водозаборы. Их в городе пять. Основой водозабора является станция безжелезования с восьми фильтрами, загруженными щебнем. Проходя через гранитный щебень, содержание железа в воде снижается до нормативных показателей, уходит цвет и характерный запах. И только потом чистая вода попадает в наши квартиры. Население города Бреста, практически все население города Бреста, имеет возможность пользоваться централизованным водоснабжением. Вода жителям города подается из шести водозаборов, пять из которых относятся к водоканалу, а один в барановической дистанции водоснабжения и сантехустройств. Та вода, которая забирается из-под земли, она абсолютно безопасна в микробиологическом плане. Но вместе с тем, есть вопросы с водой, подземной водой, в плане содержания железа, цветности и мутности. Поэтому на всех водозаборах, которые есть в городе, есть специальные станции водоподготовки, станции фильтрации водоподготовки. В результате фильтрации, которая происходит, вода полностью соответствует всем нормативным требованиям. Вода – безопасная прозрачная жидкость, без цвета, вкуса и запаха. И для комфорта Брещан все эти показатели в первую очередь должны быть без примесей. За истекший период 2022 года водоканалом проведено более 6 тысяч проб воды. Из них 127 не соответствовало нормативным требованиям по содержанию железа. И несмотря на небольшие погрехи, вода в городе Бресте не опасна для населения. Ведь сегодня для надежного и качественного водообеспечения на водозаборах установлено современное оборудование, и все процессы контролируются компьютерной системой. Мы контролируем воду в 26 точках по всей территории города. За этот год мы отобрали 354 пробы воды, не соответствовало по санитарно-химическим показателям, прежде всего по содержанию железа, 13 проб. По всем фактам несоответствий принимались меры, то есть выдавались предписания, разбирались в причинах, проводили промывки, и в конечном итоге вода превратилась в нормативные показатели. В лаборатории проводится контроль качества воды по широкому спектру показателей. Водородный показатель, общая минерализация, жесткость, перманганатная окисляемость. Вода проверяется на содержание нитратов и нитритов, сульфатов, хлоридов, металлов и, конечно, на уровень радиации. Мониторится качество воды каждый день. Если в летний период это более востребованный анализ, и в день делают более 100 проб, то в зимнее время меньше. Работники лаборатории выполняют свою работу качественно, ведь благодаря их труду брещане потребляют хорошую и невредную для здоровья воду. Наш лабораторный корпус исследует воду на различные виды показателей. Это органолептические показатели, химические и микробиологические. Сейчас мы находимся в микробиологической лаборатории. Соответственно, здесь проводится исследование воды на определение различных видов микроорганизмов, то есть определение качества и безопасности воды, и в зависимости от того, есть там какие-то микроорганизмы, либо нет. Когда нам приходит вода на исследование, она приходит в стерильной посуде, мы ее фильтруем при помощи фильтровальной установки и выращиваем микроорганизмы на различных питательных средах. И далее, в зависимости от того, есть рост микроорганизмов, либо нет, мы определяем качество поступившей воды на исследование. В целом, исследование проводится от 3 до 5 дней. Заранее мы не можем сказать, как долго оно будет проводиться. Все зависит от того, что мы увидим в процессе исследования. Напомним один интересный факт. До 1966 года в Бресте вода не проходила фильтрацию, а подавалась водопровод без очистки. Сегодня же этот процесс контролируется надежно и качественно, поэтому брещане могут быть уверены – брестская вода не опасна для здоровья.